Качество нашей жизни напрямую зависит от того, какую воду мы пьем, каким воздухом дышим, какие продукты употребляем. И здесь необходимо знать последствия проведения исследований, насколько все это соответствует современным требованиям. Сейчас понять это стало намного удобнее и быстрее. Почему? Ответ в нашем следующем репортаже. Это красивое здание в центре Славянска-на-Кувани на пересечении улиц Ленина и Стаханова радует глаз славянцев и гостей города. Здесь располагается важное учреждение не только для Славянского, но и для близлежащих районов. Санитарно-гигиеническая лаборатория, оснащенная необходимым современнейшим оборудованием. Глава Славянского района Роман Синеговский на торжественном открытии лаборатории поздравил всех причастных к этому долгожданному событию. И вот эта лаборатория, это, наверное, возможность делать те исследования очень быстро, очень качественно. То, что нужно для того, чтобы мы с вами были живы-здоровы, чтобы мы были благополучны. Мне приятно, что это возможность и, наверное, коллектива работать совершенно в других условиях. Это вот современное здание, качественная отделка, кондиционеры. Роман Синеговский пожелал сотрудникам лаборатории успешной работы, здоровья и благополучия. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае Владимир Пархоменко отметил, что открытие здания этой лаборатории дает новые отличные возможности как для славянцев, так и для всех кубанцев. Здесь вот именно все те требования, о которых вы говорите, они совпадают. Это прежде всего прекрасный коллектив, знающие специалисты, которые недавно, буквально полтора месяца назад прошли аккредитацию. Прекрасное оборудование, хроматографы и современный атомомасс-спекрометр, и современное оборудование для исследования почвы, воды, продуктов питания и так далее. Все то, что связано с жизнедеятельностью человека, мы можем в полной мере сказать, что здесь мы можем провести. И вот наступил самый торжественный момент. Почетные гости перерезают красную ленту. Затем состоялась обзорная экскурсия по зданию. Глава Славянского района Роман Синеговский интересовался назначением и возможностями оборудования. Представители лаборатории ответили на все вопросы. Высокотехнологично и самое главное оперативно провести необходимые исследования, выяснить причину возможных отклонений от нормы, чтобы на основе этих данных можно было решать реальные проблемы, вот что ценно. Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае Тамара Осмоловская очень рада, что новое здание открыто. Это большое событие. Длительный период мы прошли, прежде чем с начальных документов получилось такое красивое здание. Возлагаем большие надежды, потому что здание оснащено высокотехнологичным оборудованием, которое позволит проводить на более высоком уровне, на другом уровне, исследования санитарно-химические, ну по разным направлениям. Это касается пищевых продуктов, продовольственного сырья, внешней среды почвы, воды, воздуха, делать замеры электромагнитных излучений, шума, вибрации. Золотой фонд лаборатории – это ее коллектив, в котором есть как многоопытные сотрудники, так и молодые. Коллектив вообще замечательный, центры гигиены. Идет смена поколений. Сейчас старшее поколение передает свои навыки, знания, опыт молодым. В санитарно-химической лаборатории в основном работают молодые люди. Это химики-эксперты, инженеры. Конечно, освоили, освоили новое оборудование. Итак, санитарно-гигиеническая лаборатория заработала в новом здании. Впереди у социально значимого учреждения перспективное будущее. Как говорится, в добрый путь. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».